ГСВ выезжает, а это условно. Информацию приняло. БР выезжает, а это условно. 11-го. По сценарию учения, которое проходили на Гребном канале, практически в одно время произошло два несчастных случая. На одной стороне реки Муховец тонул молодой человек, на другой перевернулась лодка с людьми. Действовать необходимо было быстро и слаженно. Чтобы выполнить поставленную задачу и спасти жизни, спасатели освод просили помощи у сотрудников МЧС, которые оперативно приехали на место происшествия. На учениях цена ошибки всего лишь лишние секунды в зачете, а в реальной жизни на кону стоит человеческая жизнь. Освод проводит совместные мероприятия с МЧС не только в рамках учений, но и в профилактической работе. Сейчас в целом на территории области и в рамках летнего патруля и отдельно проводятся рейдовые профилактические мероприятия по предупреждению отдыхающих, граждан о мерах безопасности на воде. В каждом районе проводятся такие мероприятия. Это и по разрешенным местам, и по запрещенным местам. Мероприятия проводятся и с сотрудниками органов внутренних дел. К сожалению, есть нерадивые граждане, которые купаются в запрещенных местах, и органы внутренних дел привлекают их к административной ответственности. Так мы констатируем, что есть отдельные родители, которые оставляют своих малолетних детей в воде без присмотра. В ходе спасения были использованы спасательные средства, гидрокостюмы, водолазное оборудование и снаряжение для проведения водолазных поисков под водой. Медработникам освода была оказана первая медицинская помощь пострадавшим, как только и доставили на берег. Подразделения освод и МЧС с этой задачей справились. Я скажу, что справились на оценку отлично. Действия были слаженные, четкие, и все понимали, что нужно делать, как нужно делать. То есть не было никакой непутаницы, все действовали согласно определенным алгоритмам, и по взаимодействию было очень даже хорошо и отлично. Неосторожность и беспечность отдыхающих, алкогольное опьянение и желание самостоятельно исследовать неизученный берег может стать красной чертой, которая перечеркнет жизнь. Статистика гибели людей на водоемах устрашает. За летний период уже погибло 30 человек. Люди пренебрегаются элементарными правилами безопасности. А правила безопасности, они очень простые. Я скажу, что три основных правила. Это нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, купаться только в разрешенных местах и не оставлять малолетних детей без присмотра. Это элементарные правила, которые необходимо соблюдать, и тогда беды не будет. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.